Другим темам сегодня в Министерстве обороны состоялся брифинг, на котором военные подвели промежуточные итоги операции в Сирии. Рассказали, где идут самые ожесточенные бои с террористами. На месте работал мой коллега Артур Матвеев. Брифинг, посвященный военной операции в Сирии, прошел здесь, в главном здании Министерства обороны на Фрунзенской набережной. И занял он ровно 7 минут. Провел его Сергей Рудской, начальник главного оперативного штаба вооруженных сил Российской Федерации. Начал с положительных новостей. За минувшее время еще 34 населенных пункта в Сирии подписали перемирие. Ну а всего же сложить оружие за время войны согласилось 371 сирийское поселение. Между тем, возле крупного сирийского города Алеппо продолжаются боевые действия. Город по-прежнему находится в осаде. В окрестностях, точнее на юго-западе, сосредоточилось около 7 тысяч боевиков, танки, БТР и машины с пулеметами. Периодические позиции сирийских правительственных войск атакуют террористы-смертники. Так, сирийская армия при этом держит фронт. И было уничтожено много боевой техники противника, заявили в Министерстве обороны. Но даже в такой сложной ситуации в Алеппо поставляют припасы, продовольствие. Все это делают через гуманитарный коридор. Для поставки помощи, например, на 3 часа сирийская армия прекращает боевые действия и обстрелы, чтобы вертолеты смогли прилететь в город, разгрузиться и вернуться обратно. Но пока что нельзя прогнозировать дальнейшее развитие ситуации. Также нельзя сказать, когда именно крупный сирийский город будет освобожден от террористов. Артур Матвеев, Царан, Колдаев, Лайф. Ну а в Сирии сегодня уже наградили участников фонда имени Ахмата Кадырова за благотворительную акцию во время Рамадана. Волонтеры ежедневно в течение месяца готовили, раздавали еду малоимущим и пострадавшим от войны семьи. Как поблагодарили участников фонда имени Ахмата Кадырова, знает наш корреспондент в Сирии Артур Кибеков. Артур, приветствую тебя. Скажи, пожалуйста, много ли людей участвовало в этой благотворительной акции? Приветствую тоже всех и зрителей. Человек-200 принимали участие в этом мероприятии. Это 200 авантюров, которые служили бедным беженцам на протяжении весь месяц Рамадана. Хочу подчеркнуть то, что эти авантюры из благополучных семей, много из них спортсменей, отличники в школе. Но эти люди нашли в себя чревечность поделиться с этими бедными людьми не только вниманием, но еще и трудом. То есть они своими руками все это готовили абсолютно бесплатно и развозили это по горячим точкам, по центру перемещения вынужденных переселенцев, в том числе и беженцев. Как минимум в день раздавали по 25 тысяч порции. Это, скорее всего, очень тяжелая работа, потому что это происходило иногда даже в кустарных методах. И это происходило просто во дворе одного дома, который тоже авантюр сдал этим ребятам, чтобы они могли этим заниматься. Естественная инициатива была от благотворительного фонда имени Ахмеда Кадырова, от президента республики Чечни Рамазана Кадырова. Они отправили эту помощь. И другая уже общественная организация в Сирии под названием «Общественный гражданский фонд». Занимались этим, чья глава, естественно, присутствовала на этом мероприятии и выступила со словами, которые я предлагаю вас послушать. Мы благодарим всех участников фонда имени Ахмеда Кадырова за их благотворительную инициативу и деятельность во время Рамадана. В свою очередь, для нас было огромной честью принять участие в этой акции. Мы всего лишь выполняли свой долг перед Родиной. Подчеркиваю, что для нас большая честь продолжить совместную работу с фондом. Мы приложим все усилия, чтобы быть крепкой опорой нашей стране и нашей армии. Сирия переживает гуманитарную катастрофу. Эта страна прошла через многое на протяжении нескольких столетий. Сейчас мы ведем борьбу с терроризмом и прекрасно понимаем, с чем имеем дело. Депутат Госдумы Зияд Мухаммедович Сабсаби, естественно, тоже участвовал в этом мероприятии. Тоже наградил всех авантюров, сирийцев, которые принимали участие, которые выполняли и исполняли мечту фонда имени Ахмеда Кадырова. Донести эти порции и эту помощь беженцам в Сирии. Многие из российских граждан, которые живут и проживают на территории Сирийской Арабской Республики, тоже оценили очень этот ход. И вообще оценили этот чаг. Это говорит о том, что многие люди на другом конце света, небезразличные гуманитарные катастрофы, которые сейчас происходят в Сирии. Предлагаю послушать мнение простых российских гражданов, которые проживают в Сирии. Это совместные с российско-сирийские семьи. Очень хорошо отношусь, одобряю его действия. И вообще мне ваш президент очень нравится. Молодец. Чечня процветает. И народ счастлив, мне кажется. Все хорошо у вас сейчас. Я рада за вас. Спасибо вам, что помогаете сирийскому народу. Спасибо организации Акадырова и России за их помощь. Слово благодарности сами за себя говорят. Инициатива уже подана. Первый шаг уже сделан. Скорее всего, за этим шагом еще поэтапно будут и другие шаги, которые положат уже, скорее всего, конец. С помощью российского государства гуманитарной катастрофы, которая происходит сейчас в Алеппо, в пригороде Дамаска и в других районах. Потому что сирийская власть сама не сможет справиться с тем, что происходит в связи еще с экономической блокадой, которую Запад вокруг Сирии очень плотно навел. Спасибо тебе большое, Артур. На прямой связи со студией Live по телефонной серии был наш корреспондент Артур Гебеков.